И теперь мы начинаем вечер Воспоминаний Мы решили, что это будут именно Живые воспоминания Тех, кто захочет что-то сказать Вспомнит детали из прошлого Когда все были живы Все мы были вместе Но для нас особое значение Как сказал господин посол Имеет то, что приехала Светлана Леонидовна Что она с нами Подруга Вячеслава Всеволодча В таком высоком значении этого слова И Светлана Леонидовна начнет этот вечер Ну вот поскольку сейчас Артем на меня надевал этот микрофон Я два слова хочу сказать Что Артем был последний человек Который имел дело с Вячеславом Силовичем Много дела Сейчас просто он прикреплял на меня микрофон И я вспоминаю, сколько мы пытались наладить Эту самую скайп-связь И сколько он потратил сил, времени и искусства Я про Артема Для того, чтобы это как-то адекватно записать Проблема, конечно, была в том, что Вячеслав Силович в это время был уже в очень-очень плохом состоянии Это была осень, значит, шестнадцатого года И у него был голос очень слабый И все время я Артем мне говорил Вот такой микрофон, вот такой Мы пытались его поменять Ну, в общем, короче говоря Значит, все-таки эти записи удались Во-первых, замечательно, что все равно Он это делал, хотя это был совершенно Он, это Вячеслав Силович Это был подвиг с его стороны абсолютный Я прошу прощения, себя прерву Я всегда, правда, так делала и делаю И вспоминаю, что Андрей Зелезняк Мне когда-то прояснил, что мой стиль Вот такой разговор называется И это слово прямо не очень люблю Называется прономинализация Я просто в восторге от него была То есть, да, значит, употребление местоимения вместо имен И потом говорит он, она и так далее Так вот, значит, я хочу начать с благодарности всем Кто мне позвонил, написал, подумал Выразил всякие виды сочувствия И среди написавших и как-то это высказавших Было много людей, которые задавали вопрос Чем помочь Значит, я не могла совершенно ответить на этот вопрос И вот сейчас я хочу воспользоваться такой ситуацией Чтобы как-то, может быть, немножко на него ответить Или, может быть, скорее даже задать вопросы И такие сос, буквально, крики о помощи И очень надеюсь на то, что Как-то эта помощь придет Я больше всего, конечно, за это время, честно говоря Надеялась на Ну, те Два установления, которые, собственно, он учредил То есть Институт мировой культуры и РАЖ Ну, и Суславяноведение, в котором он тоже свои 40, наверное, лет проработал Ну, у меня была огромная надежда Что это не то, что даже была бы помощь мне А просто было бы какое-то понимание того, что Это что-то должно быть большое Что как-то образовало бы какое-то движение В освоении того, ну, скажем, океана Вы знаете, что Вячеслав Силович был человек абсолютно безбрежный И когда его не стало Я оказалась перед лицом результата, что ли, этой безбрежности То есть какого-то океана проблем По поводу которых я и сейчас стараюсь сделать так Чтобы они, чтобы не допустить их, как бы сказать, атаку на меня Чтобы не допустить их до себя в целом Потому что тогда, конечно, я Это единственный результат этого Это просто, скажем, отчаяние Ну, маленькая деталь Значит, даже, например, в права наследства Я не могу вступить, не знаю, когда вступлю Потому что, например, у Вячеслава Силовича Дата рождения в паспорте и свидетельство о рождении разная То есть теперь как будто бы нужно идти в суд Для того, чтобы доказывать, что это один и тот же человек и так далее Ну, это просто маленькая такая деталь Значит, я сегодня хочу говорить об одной проблеме Я думаю, что Вячеслав Силович в жизни больше всего любил книги Я думаю, ничего не было конкурентов у этой любви его Он их, не знаю, покупал, собирал, обожал И сказать читал было бы, наверное, просто неправильно Потому что он их просто проглатывал Причем вот мы, если я рядом с ним находилась И он листал страницы То я одну строчку не успевала прочесть Вот совсем недавно где-то в Фейсбуке, по-моему, Марк Харитонов Написал, что он был на какой-то конференции Стоял рядом с Вячеславом Силовичем до начала И к нему подошла, к Вячеславу Силовичу подошла Какая-то, не знаю, аспирантка, студентка Кто-то со своим текстом И сказал, что вот мне очень важно, чтобы вы прочли И сказали бы свое мнение И дала ему какой-то текст И Марк, стоящий рядом, и Вячеслав Силович начал его так листать И через там, перед самым началом, через там 5-10 минут Эта женщина подошла снова и говорит Скажите, а когда можно вам позвонить, чтобы мы могли поговорить об этом тексте А Вячеслав Силович сказал, зачем мы сейчас поговорим И Марк говорит, подробнейшим образом Он этот текст разобрал с этой женщиной Я думаю, что многие, что тут не надо подробно даже это рассказывать Потому что многие были в такой ситуации Знают, ну вообще, все-таки здесь много, слава богу, людей Которые его знали всю жизнь И поэтому многие вещи, о которых я буду говорить или говорю Известны, конечно, многим здесь Однако, значит, он хотел, мечтал о том, чтобы вот его огромная библиотека Ну, библиотека состоит из таких четырех огромных массивов Значит, в Москве, в Переделкино, в квартире в Лос-Анджелесе и в офисе в Лос-Анджелесе Вот чтобы эта вся целиком огромная библиотека Поместилась бы, была бы принята в какое-то место Где она была бы целиком Не рассеяна по фондам Была бы в открытом доступе Более того, он даже на многих книгах написал из книг, как бы предварительно Из книг Вячеслава Иванова Я даже думала, что когда это может быть случиться То нужно будет просто заказать, что ли, такой вот, как фоксимильную такую Печать, что ли, чтобы можно было на книге Ну, типа экс-либрис, да Вот, значит, мой первый вопрос Ну, вот к вам ко всем обращенный И через вас, я надеюсь, к многим другим еще людям О какой библиотеке может идти речь То есть, значит, ну, чего хотеть, начнем с этого Это, естественно, вопрос, который надо разделить на два Один, чего хотеть, другой, как пытаться этого достичь Значит, это первая часть Сам Вячеслав Силович практически вообще ничего не приготовил Вообще ничего, ни архив, ни книги, ничего Ну, я думаю так, что последнее время Вот последние три года, скажем, вот которые как раз мы здесь не были Сейчас как раз три года, как я все время говорю, мы Ну, вот, ну, в данном случае даже мы здесь не были И эти три года были тяжелые очень для него Но последний год был просто очень тяжелый Действительно очень тяжелый Так что физически это было бы трудно и поэтому Но я думаю, что, конечно, и вы согласитесь со мной Что основная причина была в том, что Вячеслав Силович был абсолютно человек будущего Он совершенно не застревал ни на каких-то гипотезах, теориях Например, смешной был эпизод, когда Томас Гамклилидзе, который огромное количество делал докладов по поводу, прославляя глотальную теорию То как-то Вячеслав Силович даже мне сказал, что, слушай, если вот он будет это продолжать, я выступлю против Потому что просто не могу Когда он должен был, тогда он брал какую-то статью, которая была неопубликована Вместо того, чтобы ее как-то исправить, слышно? Да? Вместо того, чтобы ее исправить, он начинал писать обязательно Тут же бросал это и начинал писать просто новую В этом смысле это тоже составит огромную проблему архивного порядка Потому что вот этих двойчаток, тройчаток, а тут уже, не знаю, какая чаток Безумное количество И, значит, прошлой весной к нам пришел, ну, наверное, вы его знаете все, Игорь Пельщиков Попросил Вячеслав Силович Он был вообще очень настроен именно прошлой весной особенно Как-то, с одной стороны, он, конечно, понимал свою ситуацию С другой стороны, он был настроен как-то, ну, по крайней мере, библиотеку перевозить сюда Ну, даже в какой-то степени может и ехать тоже И они о чем-то поговорили, я в таких случаях никогда не была даже при такого рода разговорах Они поговорили, он ушел и уехал, Пельщиков уехал на лето А летом, значит, ну, совсем малочка Совсем небольшой кабинет его там в Лос-Анджелесе, в нашей квартире Он сидел уже очень похудевший, очень такой немощный Он сидел в кресле, а рядом с ним, ну, все было в книгах, естественно А рядом с ним стоял такой, ну, назовем его комод Не знаю, как иначе сказать, ну, вот такой, скажем, высоты Вот здесь, ну, вот такой, наверное, даже Здесь был он, потом был вот этот комод И над ним был, даже неправильно сказать, монблан Потому что, я не знаю, можно ли сказать монбланы Но, во всяком случае, что-то страшное из книг вот так стопы Причем они были не служены, а так Лос-Анджелес – это сейсмоопасная зона И даже не надо было землетрясения Там очень часто бывает просто вот так вот, чуть-чуть Этого достаточно было, тем более, что он достаточно был, ну, плохо подвижен И не мог бы это вскочить Я говорю, они тебя убьют, эти книги, просто убьют Вот просто одна минута себе, говорю, ну, давай Вот ты сидишь здесь, скажи, вот эта книга туда, эта туда Он сердился на меня, раздражался и говорил, что Ну, я же сказала тебе, что Пельщиков осенью приедет И мы с ним книги будем разбирать Ну, вот, когда Пельщиков приехал, уже Вячеславовича не было Он как раз успел к похоронам Тут я должна спеть какую-то немыслимую оду Пельщикову Потому что я, например, вообще с ним не была знакома Это была какая-то, знаете, вот я не знаю, что это притча, что ли, такая, да? Что когда какой-то человек обращается к Богу и говорит, что Ну, что ж такое, я такой хороший, я такой это, а ты мне ничего не помогаешь Он говорит, как же не помогаю? А помнишь, ты тонул, я тебе лодку послал Вот я всегда про эту лодку, этот Пельщиков был не то, что лодка А какой-то, я не знаю, что, крейсер Я не знаю, что бывает, большое судно Большое судно, ну, так или иначе Я просто, ну, потрясена тем Без всяких лишних слов Он человек безумно занятый Невероятно просто занятый И без всяких гружений Он начал этим заниматься Причем это как-то было, казалось, что это Вообще никак нельзя сделать с этим ничего Он тихо, спокойно Начал заниматься чем? Значит, в офисе сначала Он эти книги, ну, скажем, категорирует Категориизировал, да То есть он брал какую-то полку или там что-то Потому что, в принципе, Ильич Лавсилович Вообще в такие нормальные годы Он настолько хорошо знал Как стоят книги у него Что когда в тех частых случаях Когда он попадал в больницу Он мне говорил Принеси там с третьей полки пятую книгу и так далее Когда мы куда-то приезжали Это было смешно Когда мы где-то были, ну, куда-то приезжали И у друзей где-то останавливались Ну, будь то В другом городе каком-то Он очень возмущался, когда он видел, что они Переставили книги какие-то Он помнил расположение книг у других людей Но, к сожалению, уже вот последние годы Это совершенно невозможно было Так что, значит, что делал Игорь? Он, значит, вот я говорю, эти книги Он намечал разделы Там, не знаю, вулканистика Флавистика Ну, на восточные изранские языки Тахарские, ну и так далее Так как вы знаете, что Этот масштаб Вячеслава Всеволодовича Просто, ну вот, прямо колоссальный То, конечно, еще счастье, что Игорь очень широкого Такого масштаба филолог И он Ориентируется во всех этих проблемах Потому что, скажем, если бы это был только лингвист Это было бы плохо для части Востока Вене, литература Вене и так далее Или наоборот Только литература Вене, соответственно, в лингвистике Вот, значит, он вот этот И тут вторая была лодка Значит, когда так стало все плохо С Вячеслава Всеволодовича Мне и мои подруги Там, в Лос-Анджелесе, очень Значит, навязывали, скажем так Женщину, чтобы она, ну, помогала по хозяйству Так, скажем, назовем ее по-русски Домработница Я очень отказывалась Ну, как, у нас там маленькая квартира Ну, даже Но все-таки они настояли И вот эта женщина оказалась невероятно толковой И она за секунду научилась в компьютере Она стала работать вместе с Игорем И он категоризировал, а она каталогизировала Значит, она все это вносила в компьютер И потом запаковывала И получались там отдельные или полки Или коробки Уже с книгами, которые были, значит Вторая часть моей речи состоит в том Что вот сейчас срочно, просто срочно Значит, кроме того, чтобы найти библиотеку И найти в нее, так сказать, ходы Нужно вот людей, которые бы Могли бы вот этим заняться Значит, два пункта Почему срочно? Потому что я все-таки здесь буду, ну, до осени И это нужно обязательно сделать сейчас Значит, в Москве и в Переделкино Люди, которые могли бы вот выполнять функции Игоря Я очень-очень надеюсь на то, что Ну вот среди, правда, какого-то, мне кажется Огромного количества людей Окружавших Вячеслава Силовича Ну, почитавших, любивших его И огромного количества людей Которым он помогал Найдутся вот энтузиасты Которые захотят и смогут это сделать Вот Эта часть Значит, законченная Вторая часть Будет два слова О том, что Я собираюсь Значит, у нас был 15 август У нас был Такой 15 август Это день Смерти Отца Вячеслава Силовича Всеволода Вячеславовича Иванова И Когда он умер, он умер достаточно рано То есть в смысле возраста И были живы их друзья все Ну, не говоря уже о его вдове Тамере Владимировне И Вот этот день отмечался Как день памяти Всеволода Иванова Ну, постепенно То поколение уходило И заменялось поколением уже наших Уже друзей Вячеслава Силовича И Значит Ну, все-таки продолжалось Продолжали мы этот день отмечать Вот как день памяти Так было до смерти Тамары Владимировны Она умерла в 95 лет Соответственно, ее окружения уже не было И Умерла она в марте И получилось так, что Мы в марте уже не могли приезжать сюда И поэтому решили, что 15 августа будет День Ивановых И я А день рождения Вячеслава Силовича 21 августа И я Сказала тогда ему, что Ну, ведь это уже получились Получались одни и те же люди Более-менее Потому что Уже Как бы Только наше И моложе поколение было Да Я говорю, давай мы тогда вообще отменим Это 15 августа А будем праздновать твое рождение Включая Родителей Так сказать День Ивановых Он будет во всей полноте День Ивановых Уже не как Памятный день А как Просто день Наоборот Ну, скажем Я не знаю Васлава Ивановых Включая Вячеслава Силовича И надо сказать, что это был редкий-редкий случай В нашей жизни Ну вот Мы прожили вместе 45 лет Надо сказать Это был редкий случай Когда В таких случаях он вообще Ну Не возражал мне Как бы Ну, это не его было дело Но тут был редкий случай Когда он категорически Нет Ни в коем случае Нет Не сливать эти два дня И оставить 15-й 15-м А 21-й 21-м Ну Так это и было И мы 15-е Последние годы уже Делали Ну, как бы Это все равно был В основном день Всеволода Иванова И Приезжали люди Которые занимались Текстами Всеволода Иванова И изучали Публиковали И так далее И сам Вячеслав Силович Тоже часто К этим К этим дням Что-то готовил По поводу Творчества Всеволода Иванова Значит Вот Я в этом году хочу Я не знаю Как это все будет Потому что я вот Только совсем недавно приехала Очень плохо еще Вообще в жизни Как-то ориентируюсь Но я собираюсь 15-го августа Значит Я привезла Урну с Праховым Вячеслав Силовичем сюда И Собираюсь 15-го августа Сделать захоронение На Новодевичьем кладбище В могилу его родителей И 21-го августа И тогда в этот день Ничего не будет больше Ну в смысле Вот будет захоронение На кладбище И все А 21-го августа День рождения Всем Я говорю Как всегда В Переделкино Собираюсь праздновать Его рождение Вот Это хотела я сказать И теперь конец Еще будет такой Вот посвященный Этому дому Литве Несколько слов На эту тему Мы здесь конечно Даже я Даже Много раз Очень была Даже здесь была Большущая моя выставка И Вячеслав Силович Читал стихи здесь И я уже не говорю О конференциях В этом прям Замечательном доме И Вот я вспоминаю Мы очень Очень много раз Бывали в Вильнюсе И очень любим Вот видите Я говорю Все время К сожалению Не знаю Как сказать Все время Множественное число Ну да Любили Значит Этот город И у нас там было Много друзей И в частности В один Из наших приездов Наша очень близкая подруга Сказала Знаете У меня Очень близкий Мой друг Художник Он занимается Расписывает Значит Восстанавливает К сколько-то летию Университет в Вильнюсе Сколько это могло быть Ему лет Четыре Четыре Когда было Когда Семьдесят В этом году Там была конференция Я была Аспирант И там Всем Людей Водили И показывали Нет Хорошо Минуточку Но мы были В тот момент Как его восстанавливали Какой год Теперь Не Ну вот я и говорю Ну Раньше Да Раньше Да Ну В каком-то В каком-то году Семьдесят Не важно Мы были И вот этот Значит Человек Вот этот Художник Друг нашей Нашей большой подруги Она с ним договорила Что мы придем А он Прямо Вот у него Было Значит Там Низкий свод Даже такие И он Намечал Эти фрески Которые потом Должны Мы Значит Пришли Туда И Он Работает На нас Никакого Внимания А она Ему Говорит Ну Расскажи Что-то Что-то Он так Очень пренебрежительно Говорит Ну пусть Сами Смотрит А там Уже Что-то Было Нарисовано Как бы На стену А потом Ну Хорошо Так И так Мы Смотрим Что-то А В том Месте Где он Вот Работает Вдруг Мы Видим Что Лежит Книжка Значит Исследования В области Славянских Древностей И Мы Говорим Он Смотрит То есть Он Основывается На этих Текстах Можете Представить И Мы Говорим Вот Ой И он Тогда Говорит Боже Мой Так Вот Сейчас Я вам Все Расскажу И Начал Нам Все Показывать Рассказывать Это было Просто Это Ну Вы Все Знаете Лучше Меня Эту Книжку Но Та Про Которую Рыбаков По-моему Написал Где-то Что Они С Топоровым Очернили Светлый Образ Змея Горынича Это Прямо Было Так Написано Это Так Было Написано Это Не то Что Я Придумала Таня Вот Ну Собственно Говоря Вот Я Очень Надеюсь Что Не Очень Я Долго Говорила Я Очень Надеюсь Что Мой Вот Этот Глаз Не Останется Вопиющего И Пожалуйста Как Нибудь Ну Я Не знаю Мою Электронную почту Или Что Кстати Говоря Хотела И про Это Спросить Я Не знаю Какая Это Наверное Сейчас Есть Уже 21 Века Способ Написать Там Группы Или Что Например Вот Куда Там Скажем Я Ничего Не знаю Насчет Захоронения Сейчас Но Когда Это Будет Известно Куда Это Сказать Что Нет 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 Я говорю Захоронение Урны Где Значит Как Это Сообщить Ну Что Предложить И придумать Во всяком Случа Я говорю Что Я Очень Надеюсь И Не хочется На печальной Такой ноте Кончать Но Честное Слово Я была Ну Вот Я не знаю Пару Пару Писем Написала Мне Наташа Злыднева Но Вот Сейчас Наташа Подошла Ко мне Говорит Что Какая Есть Женщина Которая Может Помочь С Пересылкой Книг Ну Понимаете Это Я даже Не знаю Как К этому Отнестись Хорошо Что Я и говорю Не Минуточку А что же Я не так Сказала Да Я это И повторяю Не Ну Хорошо Ну Пусть Это Будет Андроген Даже Я просто Имею Ввиду Что Непонятно Каким Образом Вот Из Огромной Цепи Которая Начинается С того Чтобы Эти книги Как-то Разложить В каталоге И так Далее Дойти До этого Человек Который Вот Техническую И куда Вот Я спрашиваю Поэтому Я говорю Что Я кстати Просила Игоря Чтобы он Ну вот Он же связан С институтом культуры И я говорю Ну может Вы напишете Может кто-то Скажет Что Ну мы Как-то Дело в том Что понимаете У нас еще Такая ситуация Оказалась Что Все-таки Ну вот Слава Богу К счастью У Владимира Николаевича Значит Есть дети И Татьяна Владимировна Очень в этом Я знаю Насколько Ну и помогала И помогает А У нас Получилась Только вот Ситуация Сейчас На сегодня Я очень надеюсь Что это как-то Изменится Но На сегодняшний день Практически Ну как бы Вот Есть я Которая совершенно Беспомощна В этом К сожалению Я совсем не человек Который Ну в таких случаях Вот как-то Бедненький Ну я тут Правда Совершенно Не знаю И мне конечно Никак С этим Не справиться Одной Здесь По крайней Два человека Которые Раньше Больше всех Мне кажется Знают Вячеслава Все Это Елена Владимировна Пастернак Да Ты с какого Года Ничего 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 С какого Года С 57 Да 57 Чего Да 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 И мы Еще С университетских Времен То есть Мы знаем Вячеслава Все Звучит Знали Сколько Это лет Получается 60 Что Да Кроме того Это уже Такие Давние Мы с Дмитрием Михайловичем Были В Кетской Экспедиции Что Это Отдельный Рассказ Я бы хотела А где Да Ирина Александровна Если бы Можно было Вот Вы делаете Историю Лекции По истории Отдела Специально Посвятить Истории Кетской Экспедиции Где Действительно Такие Ярко Что было И Вячеслав Севолч И Владимир Николаевич Необыкновенные Виспоминания За эти 10 минут Я боюсь Что До Кетской Экспедиции Я не дойду Нет Конечно Это специально Да Дело в том Что Ну во первых Я хочу сказать Какой-то основной Тезис Сразу сказать А потом Привести Два примера Ну и на этом Как бы Закончить Дело в том Что Я действительно Был знаком И с Вячеславом Севолычем Ивановым И с Потом Владимиром Николаевичем Паровым Ну с очень Раннего периода Я уже не помню Когда Вячеслав Севолыч Вернулся из Осло В каком году Из какого Из Осло Из Всемирного Конгресса Лингвистов 58 58 Вот значит Ну что-то В этом духе Значит Вот это Был Такой Дата Когда я впервые Увидел И общался С Ивановым На Его Докладе Я не помню Уже где это было Может быть В институте Где я учился А может быть В более широком Собрании Где он Рассказывал О том Как он Был На всемирном Горице Лингвистов Кого он там Встретил И надо сказать Что меня больше всего Поразило Ну как Я тогда учился В институте Иностранных языков В Москве На педагогическом факультете Ну и как-то В общем Хотя интересовался Разного рода Науками В частности Больше историей Чем лингвистикой Но выступление Иванова Как лингвиста Меня совершенно Ну Потрясло Я сразу стал Заинтересовался Например Тогда для меня Новая тема Истории Английского языка Я написал В этом Какую-то Небольшую работу Так вот Мое впечатление О Иванове Того времени 58-й год Это было впечатление Ну Не боюсь Слово Как о сверхчеловеке То есть Это Мой основной тезис И Иванов И Топоров Были В самом Прямом Смысле Этого слова Ну Вождями Вот Если Мне повезло Что я Был Знаком В каком-то Смысле Долгое Время Дружил Вот С Великими Вождями 20-го века Это было Это были Иванов И Топоров Это были Это были Вожди Прежде всего Идейные Потому что Те идеи О которых Они говорили Были Совершенно Новыми И находились Далеко Впереди Той науке Которую Они Которой Иногда Занимались Идеи Иванова О Словистике О Построении Языка Вообще О структуре Языка О роли Глагола О роли Склонения Существительных Идеи Топорова О примерно Тех же Вещах Но То Также И О Названии Рек Вот Для меня Произвело Огромное впечатление Его работа Написанная Вместе Спокойным Трубачевым О Названии Рек В бассейне Приднестровья Вот Все это было Глубоко Впереди Той науке Которая Тогда Существовала И в России И в каком-то Смысле И на Западе Хотя Хочу подчеркнуть Это Еще раз Оба они Иванов В 58 Году А топоров Которого я впервые Увидел На следующий год В 59 Году На собрании Общего По-моему Отделения Или отделения Литературы Языка Советской Академии Наук Где они Выступали В дискуссии О Структуре Языка Так потом Книжка была Была книжка Издана И выступление Владимира Николаевича Ну совершенно Молодого Вот как Мы видели На одной Из этих фотографий Как кто-то Сказал Из соседей Где я сидел В зале А это Такой молодой Человек Из института Славянной Ведния 30 лет И действительно Он вышел Совершенно молодой И сказал Гениальную фразу Что Вот та Дискуссия Которую мы Слушали О Структурализме И структуре языка Опоздала Значит Она должна Была бы Происходить В этом зале Примерно 30 лет назад С тех пор Трамвай ушел И вы Сказал он Всем этим людям Можете Только бежать По рельсам И пытаться Догнать его Представьте себе Каково было мне Так сказать Тогда я уже В тот год Я уже Значит Окончил институт Уже как бы Вошел В фарватер науки Услышать эти слова Произнесенные На заседании Академии наук И вот С того времени Оба они И Владимир Николаевич И Вячеслав Севлович Действительно Были Великими Вождями Духовного Развития Науки Не только В России Но и В широком мире Их Влияние В таких странах Как Китай И Япония Нам Вам Совершенно Неизвестно Но оно Очень И очень Велико И наконец Последнее О чем Я хочу Сказать Это то Что Их Роль Как вождей Конечно Не ограничилась И не ограничилась Только наукой Это конечно Были Вожди И они В каком-то смысле И остаются Ими В своем Так сказать Значении И Во Во всем Что касается Духовного Развития России И всего Мира Но Здесь Я Вынужден Прервать Так Свои В каком-то смысле Воспоминания И просто Сказать О том Что Я надеюсь Что Вот Их Величайшая Выдающаяся Роль Как Духовных Вождей Всего Человечества Еще Будет Оценена Спасибо Знаете Я сейчас Поступлю Максимально Некорректно Все-таки Один Эпизод Искетской Экспедиции Расскажу Потому что Тут В присутствии Дима Действительно Вячеслав Селыч Который Был Руководителем Экспедиции Он Относился Чрезвычайно Серьезно К Дисциплину Требовал И вот Мы приехали В первые В Бахланиху Приехали В Бахланиху То есть Маленький Поселок Где Живут Даже Не поселок Это Несколько И там Живут Сыльные Кстати Из Балтийских Прибалтийских Когда мы Латыши Жили Там Живут Кеты Там Живет Единственный Такой Представитель Официальный Радист Который По-моему Не просыхает Это Единственная Связь Вообще С миром И Надо было Как-то Что-то Организовывать И Вячеслав Севныч С Владимиром Николаевичем Пошли К радисту Надо еще Было Видеть Нам Выдали Брезентов Робы На Комарнике Ну В общем Картина Яркая Они Пошли А все Остальные У нас было 8 человек Мы сидим Изба Вообще На краю Света Пейзаж Это Если вы Помните Левитан Над вечным Покою Вот это Именно Такое Белые Ночи Громадный Ненесей Гора Никого Нет Они Исчезли Мы Сидим Совершенно Никто Не появляется Что делать Неизвестно Их Нет И тут Дмитрий Михайлович Меланхолично Говорит Ну Сейчас По радио Объявят Власть В наших Руках Полковники Иванов Топоров Потом Подумал Нет Не так Власть В наших Руках Полковник Иванов Топоров Вот Это лет 62-го 62-й Год Июль Июль 62-го Года Ну Можно Это Установить Есть фотографии Очень А Надо У Бориса Андреевича Успенского По-моему У него Фотографии То что есть у меня Ну невозможно По-моему Вытянуть А может и можно Вытянуть Если Артем Малевич Этим Займется Я ни в коем Случае Не хотел бы Чтобы Мое Короткое Выступление Было на тему Я и Иванов Я и Топоров Но неизбежно Для того Чтобы Упомянуть Какие-то Интересные Вещи Которые Может быть Кто-то Другой Не озвучит Все-таки Мне придется Касаться Немножко Историй Нашего Знакомства Наших Отношений Первая Моя встреча С Вячеславом Селычем Была На Почве Кино Которое Вообще Всегда Интересовало Вячеслава Селыча Я В юные годы Подрабатывал Тем Что переводил Синхронно Фильмы Так как Число Фильмов На экране Их качество Было Очень ограничено То вот Пользовались Какими-то Встречами Симпозиумами Официальными Чтобы туда Вытаскивать Какие-то Редкие Фильмы Которых Так Не Посмотришь Вот И это Был Фильм ЖТ То есть Взлетная Полоса Криса Маркера Замечательного Режиссера И Вот Там Первый раз Встретились Вячеслав Селыч Я был Совсем Юн Но его Обаяние Меня Пронзило На всю Жизнь Еще до Того Как я Понял Его Колоссальное Научное Вес Значение Потом Его Влияние На меня Только Могло Разширяться И Всю жизнь Обращался К нему По каким-то Вопросам Которые Которыми Занимался И вот В частности Еще Довольно Рано Когда Вот Возникла Тема Анаграм Я в это Время Занимался Трубадурами Старопровансальским Языком И вот Стал Искать Их у них И нашел Вот Это было Предметом Обсуждения И Кстати Вячеслав Селыч Проявлял Интерес К моим Занятиям Трубадурами Его Здесь Очень Интересовало Сочетание Во-первых Средневековых Традиционных А Внутренних И архаических Моделей Вот С невероятным Каким-то Авангардизмом Что потом Проявилось И вот В авангарде 20-го века Кстати Вот По поводу Того Что говорила Светлана О том Что он Знал Место Каждой Книги Это Владимир Николаевич Мне Сказал Что Вот Он Когда Вот Учья Он Жил На Лаврушинском То Книги Кроме Шкафов Их было Не так Много Или Полок Они Еще Стояли На полу Довольно Высоко Полстены Занимая Вячеслав Силович Всегда Мог Вынуть Книгу Из Какого-то Места Только Ему Известного А Владимир Николаевич Говорил Что Вот Как Пастух Не считая Овец Знает Место Каждой Овцы Знает Сколько Сколько Утащил Волк И сколько Их Осталось Так Вот Вячеслав Всероч Всегда Знал Где У него Какая Книжка Вот Забавный Эпизод Это Был 68 Год Сразу После Вторжения В Чехословакию И я Приехал В Переделкино К Вячеславу Селычу Ну вот Естественно Горячая Тема Горбаневская С которой Я дружил На площади На Красной Площади Но Забавно Здесь Что Все остальное Было Нисколько Незабавно С этими Событиями Да Засиделись Мы Допоздна И Вячеслав Селыч Пошел Меня Проводить Как-то Уже Неизвестно Было Будет Ли Еще Поезд И вот Проезжает Машина Которая Останавливается Чтобы Поздороваться С Вячеслав Селычем Он Им Говорит Не Возьмете Ли Не Довезете Ли До Москву Моего Друга Как Он Выразился Это Ленинградский По тем временам Поэт И Ученый Поэту И Ученому Был 23 Года В это В 68 Году И Вот Я Поехал И Лица Особенно Дамы Были Необыкновенно Знакомыми Но Кто Это Я Не Знал Вот Когда Мы Уже Ехали По Кутузовскому Проспекту Мимо Триумфальной Арки Я Позволил Сказать Что Вероятно Она Построена Для Войск Возвращающихся Из Чехословакии На Что Они Так Сказ Очень Мило Откликнулись И Потом Буквально Вот В один Из Следующих Дней Когда Я Кто Же Были Эти Люди Но Что Он Скал Как Вы Не Узнали Это Плесецкая Ищедрина Плесецкая Ищедрина И Такого Было Очень Много К Счастью Вот Кроме Того Что Я Не Упускал Никакой Возможности Послушать Вячеслав Селыча Где Бо Он Не Читал Лекции В Секторе Где Вообще Происходило Много Интересного Даже На сценарных Курсах В доме Кинематографистов Вот Слушать Вячеслава Селыча Это Какое-то Особое Наслаждение И я Очень И очень Рад Что Так Много Все-таки Вывешено Сейчас В интернете Ну Я не буду Говорить О науке Потому Что Во-первых Я думаю Что Все С разных Сторон И в общем Об этом Осведомлены Но Это какая-то Невероятная Чувствительность Ко всему Новому За неимением Времени Я скажу Еще Только Две Вещи Ну Вот Если Собрать Все Лекции Все Короткие Просведительские Статьи Вячеслава Селыча И Владимира Николаевича Ну Во-первых Даже Мифы народов мира Энциклопедия По-моему На три четверти Ебе дописаны То это получится Вот в таком Средневековом Духе сумма Тогда еще Можно было писать Вот такие Компендиумы Где вот Все знания На Это время Сейчас Такое Может быть Только В отношении Вот этих Двух людей И Последнее У Вячеслава Селыча Может Если Останется Время Еще Два Слова Владимира Николаевич Он Был Очень Строг В Своем В своей Собственной Работе Все Всегда Очень Строго Выверено Если Он Отказывался От Каких-то Гипотез То Тогда Когда Он Их Высказывал Все Было Так Сказать Очень Строго И Вот Это Был Наверное Какой-нибудь 90-какой-то Год Когда Вячеслав Селыч Приехал И Вы Светлана Были На конференцию Памяти Хармса Это Было Столетие Хармса Значит Четвертый Год 94-й И Мы Поехали Кататься На пароходе По Неве И Другим Окружающим Ее рекам И Ну вот Говорили О том Осем И вот Как-то Вдруг Я спросил Вячеслав Силович У вас У вас Есть Какое-то Объяснение Того Что Ну вот Несколько Сотен Тысяч Лет Хомо Сапи Ну 200 Тысяч Сейчас Считается Хомо Сапи Вот Был В каком-то Таком Застывшем Состоянии Вячеслав Такая Глубокая Была Консервация Вячеслав Силович Вдруг Сказал Это Нужно Было Так сказать Во Вселенском Космическом Масштабе Потом Он Стал Эту Идею Развивать Там Тропный Принцип О том Что Так сказать Не только Человек Живет Вот В этой Совершенно Чужой Холодной Невообразимо Непригодной Для жизни Вселенной Где Или Так сказать Абсолютной Нуль Или Какие-то Миллиарды Градусов И вот Есть Такой Уголок Земля Уникальный Где Вот Создан Ома Сапиенс Который Может Эту Вселенную Осмыслить Собственно Говоря Это Идея Мифологическая И То Что Было Свойственно И Владимир Николаевич Который Так сказать Не Описывал Мифологию А Изнутри Нее Создавал Свою Собственную Мифологию Создал Осмысливал Нет Скажем Осмысливал В терминах Вот Своей Уникальной Вот Своего Уникального Мета Описания Но Начиная С Основного Мифа И Его Интерпретации Поэзии Тоже Вместе Вместе Но Все-таки Акцент На Владимира Николаевича Акцент На Владимира Николаевича В В отношении Основного Мифа Я Я Знаю Нет Ну По крайней мере Дальше Он Уже Разрабатывал Это Вот В каких-то Частных Случаях Очень Усиленно Больше Чем Вячеслав Там Они Оба Каждые Охват Ну Хорошо Здесь Не важно Кто Больше Меньше Во всей Подселенной Вот И Последнее У Вячеслава Что я хотел бы Сказать Вячеслав Силович Был Ну Это Вне Его Личности Вне Того Как он Об этом Рассказывал Это Может Звучать Так С Претенциозно Но Был Очень Изабочен И Будущем Человечества И Что Так Сказать Дальше Случится И При Этом Все Таки Он Делал В акцент В истории Homo sapiens На Положительных Моментах На Моменте Взаимопомощи Которые Видимо Еще Более Древние Чем Человек И Никогда По крайней Мере В том Что Мне Известно Из того Что он Писал И Говорил Он Никогда Не Говорил О Таком Все Таки Очень Очевидном Моменте Как Вот Агрессивность Homo sapiens Homo sapiens Я скажу Я скажу Может Несколько Забавных Моментов О Моих Отношениях С Владимиром Николаевичем Ну и Не Только Забавных Вот Меня Опять Таки Меня Опять Таки Совсем Молодым Сделало Множество Пометок И вот Получилось Такое Сотрудничество Когда мы Начали Работать Вот Буквально Иногда Я получал По два Письма В день От Владимира Николаевича Статья Страшно Разрослась Она была Напечатана В International Journal of Slavic Linguistics And Poetic А сейчас Я вот Ее Перепечатал В томе Моих Статей Который Недавно Вышел А Забавно Забавно Здесь Вот Что В какой-то Момент Уже Через Какое-то Время После Владимир Николаевич Сказал Что Не может Больше Заниматься Ахматовой Потому что Все ее Тексты Слились Для нее Все ее Тексты Слились Для нее В один Для у него В один Все Больше Работать Больше Невозможно А что Касается Основного Мифа Я рассказал Ему Однажды Что Я был Во Владимирской Области В деревне И одна Крестьянка Рассказала Мне Что Ну вот Невозможно Больше Грибы Собирать Потому что В момент Потому что Раздается Вот какой-то Щелчок С неба Как раскат Грома На самом деле Это самолет Когда переходит На сверхзвуковую Скорость Вот есть Такой эффект Что Грибы Теперь Червивьют От этого Это она Сама Говорила Она Установила Связь Между Червивением Грибов И вот Этим Раскатом Грома Владимир Николаевич Очень серьезно К этому Относится Или Вот В связи С Сатурном И римским Богом И его Таинственным Культом Достаточно Таинственным И циклом Планеты Он однажды Скал Ну вот В общем Вещь Которую Не часто Можно было бы От него Услышать Потому что Она очень Личная Что Вот Цикл Обращения Планеты Сатурн Вокруг Солнца 29,5 И вот У него Уже было Два Цикла Собственного Возраста И вот И в первой И во второй Раз Им Овладевала Вот Какая-то Какая-то Иррациональная Тяга Вот Слиться С праздничной Толпой В Петербурге В белой ночи Очень Очень Необычное Заявление Или Вот Приезды Владимира Николаевича В Петербург Он никогда Он всегда Приглашал меня Когда я приезжал В Москву Вот его посетить Прием Тоже в какой-то С молодых лет В какой-то Невероятно Учтивой Форме Что-то вроде Михаил Борисович Не найдется ли У вас Немного времени Со мной Встретиться Я просто Немел От этого Не знал Что отвечать Вот И Никогда Приезжая В Петербург Вот это было Настолько для него Как-то Интимно Важно Что он В Петербурге Мы не встречались Кроме одного Раза Вот уже Незадолго До его Вероятно Это была Последняя его Поездка В Петербург И ему Уже было Трудно Вот так Как Он Раньше По Петербургу Бродил И он Согласился Чтобы я его Покатал На машине И он Был Да Я поехала Кататься Скажите По телефону Если мне Позвонят Скажите Что я поехала Кататься И он Был Совершенно Поражен Что Вот Мы за полдня Объехали То На что У него Уходила Неделя И он Мне показывал Петербург А не я Ему Он показал Остров Островок В Невке Намытый На его памяти Течением Вот В нем Было Еще Такое Что-то Детское Кстати Он вспоминал Что В детстве Когда Они жили С семьей На Сретенском Бульваре Кажется На одном Из бульваров На Тургеневской Да Но во всяком случае Он ходил Гулять Около Сретенского Да У Сретенского Бульвара И ходил Гулять Он На Сретенский И ходил Гулять Он Ребенком На Сретенский Бульвар И В то Время Еще Как Он Сказал Нужно Было Говорить Другим Детям С которыми Раньше Вот Когда дети Не были Знакомы Чтобы С другими С другим Каким-нибудь Мальчиком Или девочкой Поиграть Нужно было Говорить Мальчик Или девочка Можно с вами Поиграть Вот это уже Конечно Было Из какой-то Другой Жизни Я Очень коротко Буду Ну буквально Несколько эпизодов Дело в том Что поскольку я Не лингвист Лингвистикой Никогда Не занимался То Разве Что Начиная С Анаграм Поскольку Это связано С поэтикой Сошелся Наш интерес Наши интересы С занятиями Вячеслава Селыча И в анаграммах Ну вот Вы Помните Конечно Все Горисовцы Помните Там есть Такое место Где Сосюр Призывает К осторожности К осторожности Призывает Сосюр А если Вы помните Вообще Историю Создания Его Произведений То вот Эти тетради Из которых Извлечены Анаграммы Это собственно И есть То что Написано Им Потому что Остальное Это такой Подвиг Педагогический Это записки Слушательниц Об этом Все знают Это не секрет Но как-то Забывают Вот таких Случаев Немного Но Не важно Второй раз Я помню Мы беседовали Когда Роман Осипович Был А Когда был Это Психологический Конгресс Это было В России В Украине Антропологический Нет Психологический Психологический Это разные Были Годы Это 65 Год Или Нет Пятый Наверное Где был Пиаже Где Пиаже Рассказал Этот Замечательный Анекдот О Своем Снотворном А вы Каким Пользуетесь Снотворным Он Такой Мужчина Громадный Представительный Он Достает Из Кармашек Маленькую Таблеточку А что Это А это Противозачаточные Таблетки Они Тогда были Совершенной Новостью В Москве Я даю Внучки И сплю Спокойно Значит То что Рассказал Кома Это был Не анекдот Кома Совершенно Всерьез Значит В этом 65 Году Заявил Что Как только Появится Возможность Космических Полетов Для штатских Лиц Он Немедленно Вызовется Полететь В таком Качестве То есть Когда полеты Не будут Требовать Специальной Подготовки Ну Незавместимой С состоянием С коми Возможности А Потом Ну Мне повезло Участвовать С комом В одном Семинаре Потому что Вот семинар Который Принято Называть Семинаром Жалковского Семинар По поэтике Он же Был Первоначально Сформирован Комой Под крылом Берга В этом Институте Помнишь Да Конечно А Ну Много Чего Интересного Ну Любопытного Ну Например Надежда Яковлевна Которая Очень Любила Вячеслав Съезд Называла Комкой Ласково У нее Была Такая Игра Назвать Трех Интеллигентов Ну Вот Начиналось С комы Дальше Как это Дел Ну Да Там Ниша Ну Там Бывало Но Это были Какие-то Переменные Персонажи Начиналось С комы И А Света Ушла Нормально Был Замечательный Была Картинка Вот такая Замечательная Картинка Она Ну Был Эпизод Я не Хронологически Рассказываю Когда Пришел Михаил Леоныч После Какого-то Гаспаров После Какого-то Заседания И С таким Этого Кружка Нет 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 Какого-то Научного Заседания Нет 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 Уже Кружка Не было Уже Все Разъехались Кружок Кончился Когда Уехал Алик Все Больше Не удалось Это Распроизвести То есть В каком-нибудь 75 Вот Так Годом Семинар Закончил Нет Нет Он еще Какое-то Время Продолжался У Ирины Михайловны У Мельтинских У кого? У Ирины Михайловны Семенко А У Мельтинских Это тот Да Да И это было Очень Недолго Потому что Кто-то из Участников Был вызван Куда следует И ему было Сказано Что Вот А этого Не следует Это я думаю Должен Помнить Гарика Нет Гарик Должен Помнить А Значит На Тверской Во втором ряду домов В этом Псевдорусском Где они Наверху Жили Значит В этом Участвовало Много Всяких Людей И Там Юра Апрессиан Леня Касаткин Леня Крысин Позвали Меня Я С радостью Согласился И мы Заканчивали Этот переезд То есть Мы выносили Последние Книги Они были Собраны Их было Много Это был Высокий этаж Значит Там Часть Можно было На лифте Спускать А часть Можно было Ну в общем Не в этом Дело Чем Занимался Кома Читал Нет Писал Он сидел За машинкой В отдаленной Комнатке И работал И когда Уже Мы все Собрали И надо Было Ну Кому Уже Транспортировать Вот Он Как Капитан Покидающий Тонущее Судно Последний С вахтенным Журналом Вот Так Это у меня И осталось А что Касается Что Сказал Михаил Ленович Он Стоит Класс Удивлением Спросил А что Кома Действительно Мистик Я себе Позволь Опять Сказать Вернуться К литовской Теме Мы Благодарили Наших Хозяев За то Что Они Так Нас Принимают И Привечают Истоки Этого Такой Особой Любви И Привязанности Владимира Николаевича Вячеслава Всеволодовича К Литве Началось же С их занятиями Литовскому Ну это Все известно Но все-таки Я хочу напомнить С Питерсоном В университете И потом Это Литва У нас Всегда Была Таким Обертоном В занятиях Нашего Сектора И Продолжается В нашем Отделе Балтославянский Центр И Действительно Привязанность К Литве Была Какая-то Особая Действительно Вячеслав Селович Мистик Но тот Кто Прошел Через Традицию Восприятия Вильнюса Которая Была Свойственна И Вячеславу Всеволодчу И Владимиру Николаевичу Действительно Мистик Потому что Я Посвенно Через Это Прошла И Для меня Благодаря Их Обучению Вильнюсу И Литве Вильнюс Был Мистический Город Совершенно Особый Город И Я Действительно До сих пор Помню Это то Что Научили Они Меня Начинать Вильнюс Надо Сауш Росфарта И смотреть С Улицы Как В окне Мерцает Это Мерцают Вот эти Серебряные Как они Дона Дары Да И Литовская Тема И в лингвистическом Смысле И Мифология И кроме того И литература Она Она Была У Обоих Соавторов Она Была Постоянной И Собственно Говоря Началось Дом Бутрушатиса Начался С Этой Науки С Литовской Традиции Я Недавно Прочла У Бутрушатиса Который Вспоминает Как он Был Культурным Оттажей Он Пишет Что Его Очень Интересовала Деятельность Специально Культурным Оттажей Культурные Программы Концерты Но Я Никогда Не думала Что Я Буду Получать Такое Удовольствие От Науки Я Прочла Совершенно Недавно А Наука Это Владимир Николаевич И Вячеслав Севолочь Для Которых Это Было Такое Общее Понимание Литвы То есть Все Все Сходилось Вместе Ну И А Я Уж Не Буду Вспоминать Об Эти 90-х Годах Когда Мы Стояли С ними Со Свечами Перед Литовским Посольством Ну И Все Что С этим Связано Это Все Знают Так Так Что Наша Такая Наша Теперь Наша Молодого Поколения Привязанность К Литве К Дому Болтуржатеса Она Укоренена Нашими В нас Нашими Учителями Так Что Мы Просим Прощения Что Мы С Таким Упорством Хотим Продолжать Эту Традицию Зная Как Это Всем Трудно Так что Спасибо Вячеславу Всеволодовичу И Владимиру Николаевичу От тех Кто Через них Воспринял Литву Двумя Совсем Короткими Воспоминаниями И двумя Еще штрихами Биографии Владимира Николаевича И Вячеслава Всеволодовича Значит Я Первый раз Увидела Вячеслава Всеволодовича На Комсомольском Собрании В 56 Осенью 56 Года Было Общее Факультетское Собрание В коммунистической Аудитории И когда Кончились Какие-то Официальные Речи Доклады Начались Прения То Я увидела Что На трибуну Буквально Взлетел Какой-то Человек С очень Высокой Шапкой Волос И Начал Выступать С необыкновенной Горячностью И очень Высоким Голосом Это был Вячеслав Всеволодович Который Возмущался Тем Что Такому Выдающемуся Студенту Или Студенту Наверное Тогда Как Игорь Мельчук Не нашлось Места В аспиранторе Вот это Была Первая Встреча С Вячеславом Всеволодович После этого Мы с ним 50 лет Проработали Проработали В институте Ну и Конечно Были Другие Встречи Теперь Владимир Николаевич Немножко Позже Но Тоже Это Было Интересный Момент Я Ходила Студентка Еще Будучи Это Был Наверное 58 Год Скорее Всего Я Ходила На занятия Андрея Анатольевича Залезняка По санскриту И вместе Со мной Ходила Посещала Эти занятия Очень милая Девушка Курсом Или двумя Курсами Моложе Меня И вдруг На каком-то Занятии Она мне Говорит А ты не Хочешь Пойти Сейчас В институт Русского Языка Там Будет Интересное Заседание И там Будет Выступать Мой брат Я Не знала Я знала Как зовут Эту девушку Но я Не знала Кто она Это была Ирина Николаевна Топорова Сестра Младшая Сестра Владимира Николаевича И мы С ней Пошли И я Увидела Этого Брата А там Было Обсуждение Фасмера Словаря Фасмера И Трубачев И Владимир Николаевич Очень горячо Отстаивали Вообще Необходимость Издания Этого Словаря Вы знаете Насколько Сейчас Это Острая Тема Которая Сейчас Вдруг Снова Стала Стала Актуальной Все Буду кратко Второе Еще Значит Два Штриха Тут Я Рискую Выглядеть Не скромной Но Мне просто Это нужно Фактически Упомянуть В 88 Году Мои коллеги Ко дню Моего рождения Составили Такой Рукописный Сборник Конечно Втайне От меня Я этого Ничего не знала Мне его Просто Преподнесли И вот В этом Сборнике Оказался Огромный Текст Владимира Николаевича Написанный Вот его Таким Прекрасным Очень Четким Почерком Ну Просто Наверное Страниц 40 Или 50 Текст Его Воспоминаний Об его Детстве И вот Как раз О том Что Михаил Борис Вспоминал Сейчас Об этом Сретенском Бульваре И со Всеми Деталями И вообще О Москве 30-х Годов Исключительно Ценный Текст Который Десять лет Так пролежал У меня После чего Я все-таки Решилась Подступилась Как-то К Владимиру Николаевичу Спросила Позволит ли Что он Собирается Делать С этим Текстом И хочет ли Он Его Опубликовать И он Мне сказал Светлана Вы Единственная Хозяйка Этого Текста Вы можете Поступать С ним Как угодно И я Его Конечно Опубликовала Этот текст В двух Номерах Журнала Живая Старина За 97-й год То есть Это вот Уже спустя Почти 10 лет После того Как этот текст Был написан Появились Вот эти Замечательные Воспоминания Владимира Николаевича О его детстве Но Когда я Сейчас Снова Это Посмотрела То оказалось Что там К этим Текстам Было Предисловие Которое Я не буду Читать Ну как-то Просто Обращенное Ко мне А Кроме того Было Маленькое Посвесловие Это буквально Несколько Строчек Но мне кажется Это очень важно Знать Что это было Вот что Владимир Николаевич Написал Светлана Я не рассчитал Своих сил И злоупотребил Вашим терпением Простите Если бы я мог Я бы Миновав Здесь рассказанное Вот то что опубликовано Написал о более важном И душевно близком О ранних В кавычках Литературных текстах Которые я слышал В детстве И которые так много Для меня значили Так от многого Меня спасли И о тексте Веры О церкви О священниках Верующих Нищих Юродивых О той Святой Руси Которую я еще Застал И никогда Не забуду Об этом Я и собирался Написать В двух других частях Вот видите По-видимому Это так и не было Написано И можно только Очень горько Сожалеть Что Владимир Николаевич Этого не написал Баттоксек Что? Какой год? Это 88-й год И вот в том же Самом рукописном Сборничке Там были Тексты Написанные от руки Напечатанные На машинке Были вклеены Какие-то Оттиски Статей И вот в том же Сборнике Был напечатал Маленький На одну страничку Даже меньше Текст Вячеслава Всеволодовича Который назывался Первые Тексты Традиции Я думаю Что в таком виде Он наверное Нигде не публиковался Не знаю Прочесть его Меньше страницы По-моему Очень интересно Вот что Вячеслав Всеволодович Написал В той Индоевропейской Древнейшей Традиции Хецкой Которой я Больше всего Занимался На протяжении Последних 40 лет Самые ранние Тексты Зафиксированные В клинописных Памятниках Скорее всего Не собственно Хецкие Я сейчас Отвлекаюсь От архаических Мифопоэтических Формул Которые Могли Сохраняться С очень Далекого Времени Благодаря Непрерывной Устной Передаче Но В письменности Должны были Отражаться Позднее Это Прежде всего Хето-Хацкие Билингвы В них Интересна Структура Подобная Драматическому Обмену Репликами Они Насквозь Диалогичны В качестве Одного из примеров Приведу Хацкий Текст О Луне Упавшей С неба С его Хецким Переводом Занимаясь Проблемой Родства Хацкого Языка С Северо-Западно-Кавказскими Я обнаружил Значительные Совпадения Хацких Слов Упомянутых В этом мифе С Абхазо-Адыгской Инахско-Дагестанской Терминологии Относящиеся К лунным Затмениям А также К солнечным Затмениям Поэтому миф В целом Открылся Как написанный В астрономическом И астрологическом Коде Как это касается И ряда Акадских Сочинений Одновременно Мифологических И астрологических Из отдельных Частей Связанных С этим Текстом Я хотел бы Отметить Одну Тот хацкий Оборот Который Имеет Абхазо-Адыгские Соответствия И переводится На хецкий Язык Сочетанием Не буду воспроизводить Хецкое Страх и трепет Со значением Страх и трепет Скорее всего С хецкого Был переведен На греческий Как Деймостэфорус Название Двух персонифицированных Мифологических Персонажей Дальнейшее Продолжение Этот образ Находит в известном Заглавии Книги Видного Философа И специалиста По греческой Философии Киркегора Страх и трепет Цепочка От пра Северо-западно-кавказского К хацкому Затем К хецкому Греческому И датскому Непрерывно И охватывает Около Пяти тысяч лет Семантически Это одно и то же Сочетание слов И смыслов Так Среди первых Текстов Древней Малоазиатской Традиции Мы находим И первый Текст В ряду Тех Которые В конечном Счете Дают Объяснение Родословной Заглавии Одной Из наиболее Известных Книг Великого Датского Философа Я думаю Что в таком Виде Конечно Это не Публиковал Вячеслав Севернович Но вот просто Как штрих К его занятиям Вот вы видите Какой Даже в этом Маленьком Отрывке Какой невероятный Диапазон И языков И традиций Все Не смею больше Совершенно Какие-то Несерьезные Зарисовки Владимир Николаевич Всегда Очень тщательно Работал Над своими Текстами Которые Предполагались Публикации Ну в частности Я имею ввиду Наш журнал Славян Ведня Нашего Института Владимир Николаевич Перерабатывал Бесконечно То есть Дорабатывал Дописывал Увеличивал Аппарат В 20 раз В 30 раз Я была Редактором В славяноведении И То есть Это был Перманентный Процесс Не то что Вот он сдал Статью В журнал И как бы На этом Все Нет Каждый раз Он добавлял Еще 15 Сносок Еще 38 Позиции Ну вот Как-то так И вот Идет этот Процесс Перманентной Доработки И Мы о чем-то С ним договорились И я Жду его Звонка Дома И Мне надо Уходить А он Не звонит Ну видимо Работает Над 687 Там Примечанием И тогда Я придумала Вот что Я на своем Автоответчике То есть Там где Ну обычно Пишется текст Что сейчас Никто не может Подойти Оставьте ваше Сообщение После сигнал Я записала Владимир Николаевич Если это Вы То Там Ну там Я буду там В институте Встретимся Там А сейчас Мне нужно Уходить Я возвращаюсь Домой Включаю Автоответчик Слышно Что Соединение Было Но дальше Пленка Это крутится Тогда были Такие пленки И молчание Ну даже Слышно Какое-то Дыхание И все До конца Пленки Никакого Звука Потом Мы встречаемся В институте И я говорю Владимир Николаевич Ну вы не позвонили Мы Я ждала Он говорит Я позвонил Вы знаете Я в принципе Готов к тому Что машина Что-то говорит Что автомат Что-то говорит Ну что машина Говорит Обращаясь Ко мне Этого я никак Не ожидал И я просто Анимел Я говорю Ваша немота Была записана На всю пленку Ну это такой вот Забавный эпизод Я могла бы Много конечно И нашу И нашу Революционную борьбу И в нашей Листовке И разливание Смесь молотов В бутылке Это все Я имею ввиду Вот эту перестройку Всю эту героическую борьбу Митинги Митинги Вот в это все Ну я просто Сейчас не буду Я Тогда какую-нибудь Одну зарисовку Про Вячеслава Севловича Да Тоже конечно Смешно Ну может быть Не смешно Я не знаю Вячеслав Севлович Был нашим депутатом В Верховного Совета Первого созыва Что значит Нашим депутатом То есть Наш институт Его выдвигал И поэтому Наш институт Должен был Депутату Верховного Совета Обеспечить Комнату Для встречи С избирателями Перманентную Такую комнату Да А транспорт Вот Сик Нота Бене Этим транспортом Была я У меня была Тогда машина Жигули Первая модель Так называемая Копейка О ее техническом Состоянии Я не буду говорить Вот Но Это был транспорт На котором Депутат Должен был Ездить в Кремль Вот Это было Просто чрезвычайно Она была Ржавая Дырявая Что-то чудовищное Но Возникла Такая ситуация Если вы помните Грузино-Абхазский конфликт Драматический Тяжелый Ужасный И Мы Избиратели Дали Как бы Наказ Своему депутату Мы Не придумали Ничего лучше Как Послать его На переговоры Потому что Он нам казался Оптимальной Оптимальной Фигурой Он был Он был Он был научным Руководителем Вячеслава Вячеслава Арзинбы Научным Руководителем По диссертации А с Тамазом Валерьяновичем Гамкрелидзе Он был Соавтором Их связывала Многолетняя Дружба То есть Он был В нашем понимании Оптимальная Фигура Для этих Переговоров Для замерения Этих сторон И он Туда полетел И Оказалось Что мы Очень Очень Заблуждались Мы Просто Попали Ну пальцем В небо Вообще Это было ужасно Потому что Вячеслав Севлович Вернулся С совершенно Обракинутым Лицом Он был Очень Опечален Обе стороны Сочли его Персоны Нонграта Обе Как он Значит Смел Вот Ничего из этого Замерения Не получилось Ну как вы знаете Дальнейшее Развитие Событий Вплоть До сегодняшнего дня Мы видим Что нет Мира Подоливами Никакого Там Абхазия С Грузией Ничего Не получилось Но вот это Героическая попытка Трагическая Я бы сказала Попытка Вячеслава Севловича Стать миротворцем И помирить Она провалилась Да Но Он хотя бы попробовал Царствие Небесное Я прошу прощения Что мне придется Сказать Несколько слов о себе Я не языковед Не лингвист Да Я Музыкант По первому образованию ЦМШ Это пианист И музыковед Консерватория 1963 год Композитор Аспирантура Музыковед Фректорист Ну или Как теперь говорят Этномузыковед С Вячеславом Севловичем Владимира Николаевича Я знал Значительно хуже Поэтому В основном Буду говорить О Вячеславе Севловиче Я с ним Познакомился На семинарах Мелитинского Это где-то В 1973 год Вот И Хочу сказать О таком роде Его деятельности Как Организация И проведение Музыкально-этнографических Встреч С народными Музыкантами Севера Вот Это как раз 1974 1975 До 1981 Но мне придется Сказать Несколько слов О ситуации Которая В это время Была Дело в том Что И в старые Это годы Отношение К фольклору Ну и тем более К фольклору Народов Севера Было у нас Очень неоднозначным Мягко говоря Чтобы не сказать Жестче Вот Это такие люди Как Глинка Которые Понимали Что музыку Создаем не мы Композиторы А создает народ А мы Композиторы Ее только Аранжируем Такое Мнение Такая элементарная Мысль Казалось бы Она была характерна Далеко не для всех Это были Считанные единицы Это были Гениальные единицы Вот И такие люди Как он Ну были Большая редкость К ним относятся И Римский Коршаков Чайковский Страбинский С его Весной Священной Свадебкой Петрушкой И так далее Вот Ну Чайковский И основная Масса Ну можно еще Лядово Добавить к этому Отдельные музыковеды Такие как Серово Или такие как Цукерман У которого Гениальная книга Комаринская Глинки И ее традиции В русской музыке А основная Масса Даже Мой Учитель По Народному Творчеству И по Ну по Музыковеднию Музыковед Головинский Честно признавался Что для него Фольклора Это всего-навсего Сырье Суррогат Для Создания Произведения То есть Отношение Потребительское И у композиторов Прежде всего И у музыковедов Тоже Вот Это привело К чему? К тому, что В 90-е годы У нас Полностью Исчезла Фольклорная Составляющая Фонотеки Всесоюзной Студии Грамзаписи Фирмы Мелодия Это государственное Учреждение Исчезло Сотни Произведений Композиторских Произведений Записи Я имею ввиду Аудиозаписи Из Союза Композиторов Москвы Вот И Вся фонотека Музыкального Фольклора Которая Была Вообще Фольклорной Комиссии Союза Композиторов России Вот Контекст Вот И в этом Контексте Поведение Вячеслава Седовича Который Откликался Буквально На любую Просьбу Связанную С организацией Таких музыкально Этнографических Встреч Народных Музыкантов Селера Это было Поразительно Потому что Это Можно сказать Что это Такое Самопожертвование Потому что В этом Контексте Это было Неожиданно И Можно сказать Что это были Счастливые Просто Такие Уникальные Случаи Я Не хочу Рассказывать Конкретно Об этих Встречах Потому что Народные Музыканты Народная Музыка Вы знаете Что это Такое Это Народная Музыка Но Отношение Вячеслава Севловича К этому И его Бескорыстное Конечно Участие Помощь Предоставление Помещения Затем Транспорт Участие В комментировании Это было Конечно Изумительно И Переоценить Это невозможно Бо Сущности Говоря Все Что я хотел Сказать Спасибо С моей точки С точки Самые Обыкновенные Дени Я ни штука Не привлечу Обыкновенные Обыкновенные Дени Универсальный Человек Совершенно И совершенно Потрясающие Умопопрочительные Человеческие Скромности Вот об этом Говорить Вроде бы Как-то Ну Непонятно Зачем Но об этом Сказать нужно Потому что Это все-таки Бывает Ну Чрезвычайно Не часто Вот Да И Помогал Вячеслав Силовичу В этой работе По организации Концертов Я забыл Упомянуть его Это Женя Хилимский То есть Евгений Обнович Хилимский Вот Соответственно В такой же Таналисти Как у самого Силович Концертов Композиция Которая Для меня Например Умело Обращение У народа В Балтии У знаного Литовского Народа За То Что Причинил Народ Русский Естественно Себо Не мог Отделиться От Русского Народа И в этом Тексте Было Очень Много Боли Я Прекрасно Понимаю Его Потому что Если Не ошибаюсь Он Первый раз Приехал В Литву Сразу После Войны И Он Увидел Ту Ситуацию Которая Там Была И Действительно Мог Ощутить На себе Все Последствия Окупации И Особенно Это Обострилось В 90-е Годы Когда Движение За Независимость Но У нас Образовался Такой Вакуум В отношениях С литовцами И Долгое Время Непонятно Будет ли Дальше Должат Соотношения Научные Но Потом Немного Это Восстановилось Вот Непонятно В каком Году Написан Этот Текст Я думаю Что Он Возможно Через Сколько-то Поколений Мы Снова Можем Назвать Друг Друг Братьями Ему Очень Хотелось Этого Но Неизвестно Когда Это Случится Вы Вспомните Друзей Литовских Коллег Владимира Николаевича Которых Уже Нет Ну Да Конечно Об этом Можно Просто Дельно Говорить Наверное Об этом Лучше Сказали Литовцы Это Друзья 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 Которые Были На Вечер В памяти Владимира Николаевича Свою смертью Приезжал Извиняю Чувствую Соболял Сказал Королю У нас И все Очень Девюс 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 Да Это Девюс То еще Что Как Это Сказать Девюс 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 Продолжение следует...